Размеры строя на кухонной технике, какие они бывают. На канале есть короткий ролик, но за 60 секунд не всегда получается вложиться. Итак, смотрите. Строим духовой шкаф. Сейчас говорим про европейские размеры, потому что у американцев у них гигантизм, у них совершенно другие размеры в стройке. Итак, стандартный духовой шкаф. 60 ширина, 60 высота. Пожалуйста. Так он выглядит снаружи, так он выглядит внутри. Это 60. Запомнили. Второй размер. Это 45. Сейчас здесь покажу. 45. Вот это также устраиваемый духовой шкаф, но ширина у него такая же стандартная, 60. А высота, видите, он компактный. 45 по высоте. Вот так он выглядит внутри. То есть вообще, какие бывают 45 приборы в стройке кухни. Бывают духовые шкафы. Сейчас посмотрели. Также есть микролановые печи. Есть комби-пароварки. Это духовой шкаф с правой конвекцией. Есть классические пароварки в стройке. То есть здесь у нас такой же размер. 60 ширина и 45 высота. Есть встроенные кофемашины. Такой же размер по высоте 45. И есть... Ну, я сейчас говорю то, что есть в нашем магазине. Ну, как бы, в основном так оно в большинстве и бывает. И есть встроенный вакууматор. То есть, видите, какой он огромный. А снизу это добор, подогреватель посуды. Следующий размер это 38. 38 это в основном микролновая печь. То есть здесь ширина также будет 60, а вот высота 38 сантиметров. Микролновки можно встраивать вот так вот с духовыми шкафами в колонны. То есть, кстати, вот такое расположение духового шкафа очень удобно. Во-первых, вы загружаете продукт на уровне пояса и достаете. То есть вам не нужно нагибаться, приседать, вот как в этом варианте, под столешку. И также очень удобно мыть, то есть вот на уровне пояса, где все находится. Это 38 микролновки. То есть они бывают разные по объему. Также у них есть разные открывания. Вот здесь объем 25 литров, она идет без поворотного стола. Верхний вариант здесь, она идет 20 литров объем. У микролновок есть еще открывание не справа налево, как здесь, а сверху вниз. Сейчас я вам покажу. Вот, пожалуйста, это микролновка печь высотой, то есть вот так по высоте 38. Но открывание идет сверху вниз за ручку. Обратите внимание, какой здесь объем. Здесь 35 литров. Видите, какая она большая. В основном с таким открыванием будет микролновой печи 45 сантиметров по высоте. То есть вот такие варианты. Вот у нас 45 по высоте и открывание сверху вниз. Это 45. Если у вас две ниши по 60, можно ставить, значит, в первую нишу, в частности, здесь духовой шкаф на 60. А во вторую нишу можете поставить 45 прибор, то есть микролновка. И вниз идет добор. Здесь подогреватель посуды. Есть еще такие же 15 сантиметровые в аккуматоре. То есть так у нас стандартно 60, а вот так высота 45. И нижний прибор, вот этот, это добор 15 сантиметров. Вот он, это подогреватель посуды. То есть как вам удобнее, вы уже сами конструируете, но дизайнеры всегда подскажут. Да, и про американские стандарты стройки. Это, как правило, шкафы шириной 90 сантиметров. То есть, как вот на видео. Большой, объемный, из-за нержавеющей стали. То есть у американцев преобладает именно такой стиль нержавейка. И также большие варочные поверхности. Либо это газ, как вот здесь на видео. Либо это индукционная варочная поверхность. Это шириной 86 сантиметров. Если видео было вам полезно, ставьте лайк. Обязательно подпишитесь на канал. И напишите в комментариях, хотели бы вы обзор на большие варочные поверхности. У нас есть газовый, есть индукционный, электрический.